Мы продолжаем законы молитвы. Есть в отношении молитвы, что на ИСВ есть такое положение, такой закон, такую возможность, которая называется что человек может расплатиться. Если человек не молится, при какой-то обстановке человек может исправить свою ошибку и молиться в следующей молитве два раза. Это называется таштубин. Но здесь есть несколько законов и правил. Это только касается, если человек не молится по ошибке. Это называется бешугей. Если человек, например, не знал, что уже прошло полдня, прошел вечер, уже заход солнца, или уже первый свет появился для Майрева, это бешугей. Или, например, человек думает, что молится, но на самом деле он не молился, и есть моменты, которые, они называются анус. Человек просто не смог, просто не смог. Ну, естественно, например, человек в таком положении, что он больной или он должен ходить в туалет, тогда нельзя молиться, или человек не находится в таком чистое место, это называется анус. И такой человек тоже может исправить потом через вторую молитву, на следующую молитву. Есть еще третье положение, это мезид. Это человек, который в основном узнал, что надо молиться, он не молился. Такой человек не может исправить, что он сделал. Ну, и молиться пропустили, все. Это называют муват ло мухалиткон, что бель испорчен, невозможно исправить. Но если человек не знал, бывает, что человек приходит на какое совещание, должен сидеть с людьми, обсудить какой бизнес, и он думает, что вот еще до захода солнца у меня еще есть два часа на поле. И они там сидят, сидят, и ему не очень неудобно. Он не может отдаваться от этого заседания, и если он будет это сделать, то он может потерять какой-то контракт или какие-то деньги. Естественно, что такой человек называется анус, и такой человек может потом исправить и молиться потом два раза. Каким образом надо это сделать? Например, если человек пропустили молитву Минха, это большинство это в течение рабочих дней, именно зимой, когда захват солнца в течение рабочих дней, значит, бывает очень много, значит, человек должен молиться Маариев два раза Шмунайса. Только Шмунайса, не есть молитва Маариева. Первое Шмунайса человек должен говорить для Маариева, и только второй Шмунайса человек должен говорить как Ташлюмим, как на Минха, и не наоборот. Если человек это сделает наоборот, то считается, что он неправильно молился. И поэтому. Но есть еще какие-то моменты, которые связаны с этим. И это тоже касается, например, если человек, например, пропустил Минха в канун Шаббата. Сейчас уже наступит Шаббат. Естественно, что субботная молитва отличается кардинально от будней молитвы. Будней молитвы у нас 19 богословений, субботная молитва у нас есть только 7 богословений. Но при этом это не играет роли. Надо им и надо говорить два раза молитвы Шева Блахот, которые есть на Маариев, это два раза субботная молитва. И таким образом, когда тоже это наоборот получается. Например, когда человек пропустил Минха в Шаббате, тогда ему нужно молиться в Шаббате два раза в будней молитве. Не важно, что в Шаббате должен быть молиться только это короткая субботная молитва. В будний день надо молиться на длинные швона и сын. И при этом надо обязательно посмотреть, что на первой молитве человек должен говорить Атаху Нантану, должен говорить Авдале и не на вторую, поскольку первая это для Маариева, а вторая является Таштумим. Если человек это... И наоборот, он не выполнил митва молитвы Маариев. Поэтому, ну, если человек пропустил два, две молитвы, значит, человек пропустил и Шахрит, и Минха, на Маариев он только может исправить Минха. Шахрит он уже пропустил, и это уже считается в Уббат, но не ухал литвы. Хочу напомнить все, которые читали он, а сегодня 23-й день омер.